Наконец-то, наконец-то, наконец-то возвращаются голосовые сэмплы, и это очень круто. Мне нравятся голосовые сэмплы, поэтому мы поговорим именно о них сегодня, и именно на сэмпле мы сегодня сделаем акцент. Это не точная копия 21 Savage и J.Colo, сразу говорю, это опять же вольная вариация, и мы сейчас к ней приступим. Как обычно напоминаю, Cloud Rep 1.2, видеокурс, чтобы заказать, напиши мне подробнее в конце, ссылка на меня в описании, приступим. От трека 21 Savage мы возьмем только настрой и BPM, который равняется 146. Сэмпл, естественно, у нас будет другой, ударные у нас будут другими, рисунок ударных у нас будет другой. Как я сказал, у нас будет только дух этой композиции. И давайте приступим к нарезке сэмпл. В первую очередь, конечно же, нам нужен сэмпл, и вот он. Мы будем использовать кусочек припева и кусочек куплета из вот этой композиции, сейчас я все это быстренько сброшу. Вот этого кусочка нам вполне хватит. Вот так вот хлоп, бац, все, отправили. И нужно теперь подогнать его под наш BPM. Для этого делаем вот так вот, вот, все. Вообще, на самом деле, еще я хочу сказать вам, что я буду использовать сразу в режиме авто минус 300 сэмплов, потому что под это я уже подобрал бас. Он звучит на оптимальной ноте, мы это выясним позже. А пока просто подгоним ее под наш ритм. Для этого сразу поговорим об ударных. Вот такие. Такие сэмплы. Давайте начнем с хэтов, потому что именно с помощью хэтов нам легко будет подстроить наш сэмпл под наш темп. Под наш ритм, я бы даже сказал. Под нашу жизнь. Отправим его сразу на микшер и немножко убавим. Вот это место я хочу подровнять. Немножко. Давайте. Мы сейчас будем делать довольно жесткие ровнялки. И переключаем вот здесь вот на slip. Такой режим. Зажимаем alt и тащим. И вот здесь вот нам вновь нужно будет корректировать. Для этого вот так хлоп. Подрезаем. Переключаемся снова на slip. Горячая клавиша S, но я никогда не привык ее использовать. Тут чуть-чуть подтащим. Вы могли заметить, что я во многом уравняю снэры. И вот здесь вот мы немножко сделаем не совсем правильно. Вот мы так вот сделаем. То есть снэр у нас будет такой. Такой он подлиннее будет. Но в таком случае. И вот здесь вот у нас все окей. И чтобы вот эту фигню подправить, которая у нас образовалась в конце, мы сделаем другую фигню. Просто вот это так вот. Вот это убираем, вот это клонируем и получаем. Все прекрасно. У нас есть сэмпл первой части. Это очень здорово. Но нам еще нужен второй сэмпл. Потому что, как я уже сказал, мы будем клонировать дух трека. Если вам нравится видос, то ставьте лайк. И как обычно, напоминаю, забыл об этом сказать в самом начале. Как только видос соберет 2000 лайков, проект окажется где? В моем паблике ВКонтакте он там постоянно оказывается. Вы сможете поковырять. Естественно, все, что тут есть, будет в этом проекте. Мы воспользуемся кусочком куплета. Отлично. Вот этот кусок. И давайте его подгоним тоже под наш темп. Но с ним я покажу другой способ работы под... По нарезке. Точно так же перегоним его в минус 300 темпов в режиме авто. Итак, жмем сюда правой кнопкой мышки ЧОП. И делаем ЧОП in Bits. И получаем вот такую фигню. Эти склейки бесшумные. Они не создают никаких щелчков. Но, тем не менее, помогут нам немножко подстроить этот бит под наш ритм. Это будет, опять же, немножко грубовато. Но, но, но. Спойлер. Это никак не скажется на звучании. Если в вашем сэмпле очень много таких цик-цик-звуков, каких-то таких хэтиков или типа того, то вот они на стыках могут давать небольшие щелчки. Вот в случае такой подстройки. И поэтому вам нужно использовать более мягкую подстройку, как вот здесь вот. То есть я сделал очень мало надрезов. И малое количество мест подвинул. Чтобы как бы за минимальное количество действий подровнять сэмпл под метроном. Ну или под хэти, как в нашем случае. Здесь же я сделал ЧОП. Чтобы мы могли каждый отдельный фрагмент подвинуть. И это не скажется никак на звучании. Но в вашем случае это может сказаться. Так что к такому способу относитесь максимально осторожно. Вот смотрите. Вот такие моменты больше всего могут сказываться на звучании. А если мы изменим вот этот кусок, заменим на вот этот кусок, как это будет звучать? Ладно, пока оставим таким образом. Забэкапим его. И получается, что у нас есть такая полноценная связка куплета и припева. И то и другое давайте отправим на первый канал микшера. Вот наша связка. Звучит этот переход довольно ровно. Оставим его именно таким. Теперь перейдем к не менее интересной части. Давайте поставим сюда фил наш. И сделаем ту-ту-ту-ту. Потому что ту-ту-ту-ту. Это круто. Вот эти мелочи мы сейчас будем немножко все равно ровнять. Вот так мне нравится. Отрезаем лишнее. Все. Ту-ту-ту-ту готов. Он будет у нас играть в конце каждых восьми тактов. Отлично. Теперь бит. Скажу сразу, что бит я захотел сделать более такой, ну, более нагруженный, чем в оригинале. Потому что в оригинале он такой простецкий, интересный. Но я захотел немного иного звучания. И у нас будут вот эти звуки. Но это будут не просто звуки. Это будет вот такой вот. На одной второй Ctrl-U. Сделаем ему Fine Pitch. И сделаем этот шпуньк правой кнопкой мышки. На каждый второй snare будет приходиться этот звук. Просто мне так захотелось. А вначале у нас будет играть немножко другое. Вначале у нас будет как у Eminem в киллшоте. Можем все это немножко подровнять. Например, сделать вот так вот. Тоже правой кнопкой мышки. Перемещение. И Open Head. Вот так. То есть, как будет звучать партия хэтов. Вот и все. Но не совсем все. Сейчас нужно еще закончить. Во-первых, поставить символ. Вернуть панораму в исходное положение. Потом перейти к snare. В оригинале были клэпы. Я захотел использовать снэры. Вот с таким вот призвуком. Естественно, эти звуки будут в комплекте с проектом. Еще хочу сказать, что не всегда оправданно использовать такие звуки. Потому что всегда самому можно что-то налейрить не менее. Что-то моим языком. Всегда можно налейрить что-то не менее, а то и более интересное, чем то, что предлагает вам дрампак. Но мне захотелось именно этот звук. С этим дурацким призвуком. Теперь бит. Только будем писать его наиболее низкой ноте. Панорама опять сбилась. Что такое? Пилости побольше. Вот такой вот незамысловатый паттерн кика. Мне нравится, как он звучит. Они оба у нас будут играть на одной ноте. Этот второй кик такой басовый. Этот более плотный. Теперь вставляем это сюда и слушаем. Неплохо. И вернемся сейчас к басу. Паттерн баса выглядит вот таким вот образом. Как я его считал? Очень просто. Берем этот. Ставим на второй канал на всякий случай. Идем, значит, сюда. Ставим сюда эквалайзер. Делаем вот так вот. Переключаем вот так вот. На 96. Хлоп. Вот у нас есть басовый звук. Идем в какой-нибудь автотюн. Включаем трек-пич. И в режиме басовый инструмент прогоняем все. И получаем какие-то нотки. Берем, значит, наш паттерн с басом. Делаем Ctrl-C. Ctrl-V в сэмплер. Для этого нам нужен пустой канал сэмплер. Идем Ctrl-C. Ctrl-V в бас. Тут можно сделать с Ctrl-L. Идем в кик. Продлеваем паттерн. И сейчас будем просто по этим ноткам расставлять бас по ноткам кика. Вот. Мы получили. Теперь жмем Ctrl-L. На все. Ctrl-L. На мастере Soft Clipper. Можно сделать вот так. Давайте займемся басом для второго паттерна. Как мы это сделаем? По сути, процедура абсолютно такая же. То есть мы сначала считываем его тональность автотюном в режиме басового инструмента. После этого мы прописываем бас по тику. Все. Ничего интересного. Срочно звоните 21 Savage'у. Я написал ему еще один бит. Ну или хотя бы J.Coll'у. Но он-то точно возьмет. Продолжим, короче. Сейчас нам нужно сделать легкую обработку. Поэтому все это скинем на микшер. По крайней мере все наши звуки, символы поменяем местами. Отлично. Все. Сейчас все ударные с басом сбросим. Ctrl-Shift-L. Бац. Отлично. Сэмпл у нас вот так уже и так уже на канале. Поэтому давайте сделаем несколько простых действий. В первую очередь я хочу зарезать ему немножко стереобазу. Зачем? Затем, что он слишком широко звучит. И нам нужно это исправить. Как-то так. Потом у него слишком широкая полоса звучания. Сэмплу не гоже так широко звучать. Возьмем Pro-Q. Так, сейчас нам нужно подружить его с басом. Все равно много и базы, и баса. Вот так хорошо. Теперь немножко подгрузим бас. Капельку. Совсем-совсем капельку. Послушаем все вместе. Давайте сделаем групповые каналы. Отлично. Надо еще не забыть скинуть фил на... Отлично. Он уже на микше. Сэмпл у фил. Отправим его в стерео сразу. Отлично. Только убавим. Добавим немного кика. Отлично. Добавим хеты. Вот эти хеты должны играть немножко в ревере. Капельку и в стерео. Как обычно мой любимый пресет. Напоминаю, что ревер не должен быть супер отчетливо слышен в миксе. Это значит, что его слишком много. И этот хет тоже расширим. Только энхансер. Вот так как-нибудь. И убавим. Хеты должны быть прям отчетливо читаться. Это необходимо для сохранения стиля. Идем на общий канал хетов. Посмотрим на их деквализацию. Вот так можно сделать. Вот как-то так. Вот, хорошо. Громковато, но хорошо. Расширим. И добавим ревера. Слушаем. Вот так. Такой легкий воздушный звук создаем. И еще. В оригинале был использован Memphis. А капелла. Называйте как хотите. Но суть от этого не меняется. Мы тоже ее возьмем. И возьмем ее из вот этого трека. Вот этот кусочек возьмем. Возьмем его. Подгоним его под наш темп. Я взял сразу один бар. Отправим ее куда-нибудь на микшер. На какой-нибудь пустующий канал. Отлично. Теперь идем в эквалайзер. И отпиливаем дофигища низа. И можно еще его сразу вернуть в авто, чтобы он зазвучал так, как нам захочется. И отпилим немножко вверх. И еще знаете, что я хочу сделать? Я хочу его немножко испортить децимортом. Вот такой вот штукой. И конечно же мы его офигенно сильно расширим. Ох, я не знаю, сколько мне прилетит претензий за авторские права после этого видео. Но я уверен, что оно того стоит. Голосовые сэмплы того стоили. Вот что я вам скажу. Ну конечно, это можно еще как-нибудь подрезать, что-нибудь типа. Это мы уберем. Используем только этот фрагмент. Отлично. Все. По сути, все готово. Мы еще можем расширить группу ударных. Потому что у нас есть там немножко стереосигнала. Немножко сайт составляющей. Ну и еще, кстати, мы можем сделать такую интересную штуку. Мы возьмем наш Memphis. И повесим на него, кто бы думал, что... Опять же, смотрите. Интересное предположение. Что мы сейчас повесим на Memphis? В правом верхнем углу. Вот тут вот в правом верхнем углу загорелась подсказка. С опросиком. Угадайте вас 3 секунды. Я ведь люблю опросы. Я знаю, что вы угадаете, что мы повесим на Memphis. Это, скажем, сразу такой интересный плагин, который используют все и всегда. Правильно, это Grossbeat. Я уверен, вы догадались. Потому что вы умные парни. А если даже вы не догадались, то вы легко можете всем собрать и сказать, что вы догадались сразу. Потому что кто это проверит? Я не буду это проверять. Возьмем вот это и какой-нибудь присяд. Что-нибудь типа... Отлично. Послушаем, как это будет звучать. Кстати, я этого не сказал, но я взял Memphis с группы FreeSix Mafia, которая является классической группой для мемфистирования. И я не знаю, зачем я это сейчас вам сказал, но все-таки сделаем небольшую структурку. Начнем вот отсюда и потом вот так вот. Возьмем наш паттерн ударных обязательно и навесим на них такой интересный эффектик, который называется параметрика Q2. С пресетом вот таким. Вот таким. И запиленной громкостью. И сделаем ему автоматизацию. В этом месте он такой хлоп и оборвется. Потом нам надо будет запилить ему продолжительность вот в этом месте. Потом у нас вступает вот этот паттерн баса. Итого, получаем вот такой бит. Естественно, я, как я мог забыть, включаем Озон. На Озоне включаем что? Максимайзер. И слушаем. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ставь лайк, если после просмотра этого видоса ты тоже будешь полдня напевать ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот. Потому что я напевал это целый день, когда писал этот бит. Как я уже сказал, если понравился видос, ставь лайк и пиши комментарий о том, что тебе понравилось, ты хочешь больше глаз в своих сэмплов. И если не понравился, то ставь заслуженный дизлайк и объясни, что на самом деле можно снять что-то и более полезное. И самое главное, скажи что. Потому что я рад стараться быть тебе друг. И, как обычно, напоминаю, Клаудрэп видеокурс из трех частей. Каждая часть, от А до Я, от набора сэмплов до готового бита. Включаем написание, сведение, мастеринг, всю фигню. Приложены все материалы, урок для начинающих, видеокурс отдельный для начинающих. Ссылки на ВСТ. Первая часть по Клаудрэпту, вторая часть по Триллу, третья часть по трэпу. И чтобы его заказать, напиши мне, ссылка у меня в описании, курс стоит 3,290 рублей. Напиши мне прямо сейчас, закажи видеокурс. И подпишись на этот канал, если ты этого еще не сделал. Напоминаю, что как только видос наберет 2000 лайков, я выложу этот проект у себя в паблике ВКонтакте. Ссылка на который тоже будет в описании. И обязательно, обязательно, обязательно заклинаю тебя, посмотри либо вот этот ролик, либо вот этот ролик. Потому что они не менее, а то и более интересны, чем тот, который ты досмотрел до самого конца. За что тебе гигантское спасибо каждый ролик досматриваю. И тогда твои биты будут в тысячу раз круче, чем у всех остальных чуваков, которые сидят с тобой за соседней партой. В любом случае, с вами был Стас. Увидимся в следующем видео. Пока.